Пять лет назад наша республика пережила позор и оскорбление. Те, кто это сделал, говорили, что они жертвуют притеснений и беззакония. Многие тогда еще считали их людьми. Не стыдно, что я сам сочувствовал этому стадию. На суде они ведут себя как герои, а те, которые на горе, продолжают воевать людей. Эти безродные споты считают, будто они открыли нам глаза на нашу жизнь. Как будто без них мы не знали, что наша милиция продажная, а взятки берут даже в школы и больницы. Как будто им одним приходилось терпеть наглость участковых гаишников и бывшего министра МВД. Под этим предлогом они взяли в руки оружие и не хотят остановиться. И одолеть эти безродные псы, отнимая чужие жизни. Убитых уже сотни человек. Эти твари зачищают республику, начиная с Кринбуссия или границы Ставрополья. Стреляют и взрывают и милицию, гражданских, своих соседей, мужчин, женщин, стариков и совсем молодых ребят. В милиции работают разные люди, а они убивают, не разбираясь, кто в чем виноват. Для них кровь дешевле воды. Пускай муфти им мешал. А профессор, который писал книги, человек вышел на улицу, чтобы встретить гостей и получил от них пулю. А гоняться забирают безоруженными женщинами, чтобы застрелить. И потом добивать. Разве это не позор? Кто дал право убивать без того, чтобы разобраться? Они не судьи, они палачи. Так делать им повелел не Аллах, а те, кто платит и ждет от них нашей крови и нашего страха. Люди молчат и боятся, надеясь, что их не касается и все закончится. В 2005 году многие надеялись, что это пройдет. И я надеялся. Сейчас взять любую семью в республику, есть убитые, родственники или знакомые. А эти мутанты кладятся как в саранчат. Их матери позволяют себе повышать голос на соседей. Послушайте, что говорят и как себя ведут девушки, которые называют себя женами этих убийц. Думаете, если плотками глаза и уши прикрыли? Не услышите и не увидите чужого года. Ошибаетесь. Вы не жены, а сообщники. И будете за это отвечать. Посмотрите, какие зверства показывают эти фашисты в интернете. Они никогда не остановятся. Их родственники будут и дальше защищать своих убийц. А наша милиция и ФСБ молчат и прятаются. Почти все мужчины моего рода имеют законное оружие. Я не помню, чтобы за последние 10 лет кто-то из нас делал хоть один выстрел. Даже в воздух стрелять мне отец не разрешал. А есть шакалы, которые отрезают человеку голову перед камерой. И после этого спокойно живут, кушают, пьют и учат нас, как надо по религии. Эти животные называют себя мусульманами. В газетах писали, что их родственники угрожали президенту устроить еще раз. 13 октября. Разве это мусульмане? По их вине и по вине их хозяев. Мусульман всего мира считают отставыми и агрессивными. Не дают строить мечети, не берут на работу. Из-за них не хотят сказать о том, что мусульмане бывают разные. И на Кавказе есть разные люди. Ни один здоровый человек, тем более верующий, не возьмет на себя наглость от имени Аллаха решать судьбы людей. И тем более убивать. То, что начитались эти ублюдки, это не ислам. И мы не позволим им захватить нашу землю и устанавливать здесь свои порядки. Мы будем жить своей жизнью. Говорить на языках данных нам Всевышним. Петь свои песни и соблюдать свои обычаи. И будем уважать тех, кто уважает нас. Мы никогда не будем разговаривать на языке арабов, которые получили от Всевышнего Великую Книгу и не сумели навести порядок в собственном доме. Они хотят сделать Кавказ похожим на арабские страны, которые сами не знают братства и добрососедства. Теперь эти городки хозяйничают в Кавказских городах и оставляют наших детей сиропами. Нет, шакалы, это мы будем молиться за ваших дырявых шкурах. Те из вас, кому посчастливится убереть своей смертью, закончат свои дни в вонючих лесных ямах. Кто не заплатил своей кровью, тот заплатит своими слезами и кровью своих родных. Те, кто вас родил на этот свет и кого родили любви, с этого дня будут жить в таком ли страхе за свою жизнь и линз своих детей. Я сам буду делать так и помочь, как у меня достаточно. Таких, как я, много, и скоро мы объединимся все. Называйте это местью или как нравится. Вы убиваете от имени Аллаха и за деньги. Мы берем этот грех на себя и будем убивать вас бесплатно. Просто для того, чтобы любому человеку в республике жилось спокойно. Чтобы вы не портили воздух своими нестиранными подштанниками. И никого не пугали вшивыми городами. А там посмотрим, кому из нас Аллах будет милостью. На все будет волей. Спасибо. 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 Продолжение следует...